Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Фигуристка Виктория Синицына поздравила своего партнёра Никиту Куцелапова с годовщиной. Синицына сообщила, что их спортивный дуэт был сформирован ровно 9 лет назад. Ровно 9 лет прошло, как мы катаемся вместе. За это время в моей жизни произошло столько всего, кажется, даже моей памяти мало. Но всё пролетело так быстро, так круто, так эмоционально. Я очень благодарна себе, той самой девочке, которая не знала, что её ждёт, но была уверена в правильном решении. И, конечно же, Никите. Но тут бы я хотела сказать всё лично. Теперь только хочется, чтобы прошло ещё много-много лет, и они были не менее интересными и наполненными разными классными событиями. Это важный для нас день, и круто, что мы можем разделить его с вами, написала Синицына. Никита Куцелапов поблагодарил свою партнёршу за поддержку. Сегодня ровно 9 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело так быстро, что даже не верится, что уже столько лет. Спасибо тебе за каждый момент этого невероятного пути или даже приключения. Было тяжело, было легко, было весело и грустно. Были поражения и были победы. Было абсолютно всё. Ты моя главная победа. Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержку. Мы с тобой как Иниян. Дальше только больше, написал Куцелапов. Три олимпийские чемпионки на одном льду. Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят с совместным номером на шоу Этери Тутберидзе. Постановку готовят Этери Тутберидзе и Даниил Глихенгаус. Судя по всему, постановка шла очень увлекательно и с юмором. Болельщики уже ждут, не дождутся увидеть номер спортсменок в таком уникальном составе. Алиса Ефимова заявила, что не планирует заканчивать спортивную карьеру после того, как её партнёр Рубен Бломард объявил о завершении карьеры. Алиса в 2020 году уехала из России в Германию и в 2022 году официально стала членом сборной. Ефимова и Бломард выступали за Германию в парном катании. На чемпионате Европы они становились четвёртыми, а на чемпионате мира 2023 года замкнули десятку. Бломард поблагодарил Алису за выступление и признал, что благодаря ей пара поехала на мировое первенство, но не стал продолжать карьеру. В том числе это произошло и из-за финансового вопроса, так как федерация не была готова финансировать пару, как раньше. Вот что сказала Ефимова после завершения карьеры её партнёра. Если вкратце, действительно ссылаясь на слова Рубена, все его лучшие результаты, которыми он гордится, были достигнуты вместе со мной. Возможно, я открыла ему большой спорт с точки зрения вложенного труда и преодоления себя. Оказалось, он к этому не готов. Это моя точка зрения и профессионалы, прочитав пост Рубена, поймут, о чём я говорю. Но с другой стороны, хорошо, что он это понял сейчас, а не перед Олимпиадой. Что касается меня, то заканчивать я не планирую. С мной связались несколько партнёров и в ближайшее время у нас будут пробы, сказала Ефимова. Чемпионка Европы, бывшая российская, а ныне грузинская фигуристка Анастасия Губанова, рассказала о том, как чувствовала себя во время чемпионата мира 2023 года, где она выступила достаточно скромно и заняла 14 место. Статус претендентки на медали на самом деле на меня не давил. Единственное, уже конец сезона, и я не такая свежая, как было до этого. А какого-то давления не ощущала. Моральная усталость связана именно с психологией, потому что это был очень сложный и насыщенный сезон. И к концу, все мы люди, иногда мы сгораем. Так получилось. По поводу того, сказалась ли победа на чемпионате Европы, скорее всего, да. Подготовка к чемпионату Европы была сложной, потому что я понимала, что еду туда одним из фаворитов. Нужно было бороться. И сам чемпионат Европы тоже очень сильно выжил у меня эмоционально. Я испытала много разных эмоций. Конечно, после было тяжеловато восстановиться, сказала Губанова. Она заявила, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Анастасия будет участвовать в следующем сезоне. До следующей Олимпиады Губанова будет кататься точно, а уже вот после нее будет обдумывать, сказала 20-летняя спортсменка. Спортивный агент Ари Закарян после феноменального выступления Ильи Малинина на чемпионате мира 2023 года дал множество интервью. В одном из них он и вовсе заявил, что судьи даже в какой-то степени плюнули фигуристу в лицо такими баллами. Напомню, Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть в произвольной. По сумме двух программ он занял только третье место. И это при том, что он исполнил четверной аксель, который на чемпионатах мира еще не прыгали. Если ты идешь хотя бы на один четверной прыжок, то потом все остальное очень сложно катать. А Илья пошел на первый четверной, который абсолютно недооценили. Наоборот, судьи даже плюнули ему в лицо, мол, чего ты высовываешься. А после четверного Малинин сделал еще пять четверных и каскад из тройного лутца и акселя. Такое, наверное, могут сделать 2-3 фигуриста в мире. И это может быть только первым элементом, а вторым-третьим уже проблематично. Илья же исполнил этот элемент в самом конце. Такие вещи профессиональные фигуристы видят и понимают. Да, ему надо поработать над своим катанием, согласен. Но еще раз скажу, четверные – это совершенно иной уровень концентрации. Говорят, что Илья плохо катался в иных моментах. Но поймите, в этот момент на льду у фигуриста в голове только эти прыжки. Когда ты между этими элементами пытаешься показывать какие-то улыбки, ребра, то это уже другая история. Надеюсь, специалисты, которые там судили, хоть когда-нибудь тоже коньки надевали. Они должны понимать, что это такое и насколько это сложно, сказал Закарян. Александр Самарин рассказал, как отношения с Александрой Трусовой изменили Марка Кондратюка. С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами. Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел, сказал Самарин. Марк Кондратюк рассказал, что бы изменил в регламенте турнира шоу-программ. Кондратюк, напомню, выступал в турнире в образе маленького принца. Вообще было бы прикольно, если можно было бы спортсменам условно меняться партнерами в парном катании, в одиночном встать в пару или наоборот разделять. Но был регламент и все участники следовали этому регламенту, сказал Кондратюк. Напомню, ранее стало известно, что Александра Трусова хотела подать заявку на турнир вместе с Иваном Букиным. Но это нарушало регламент турнира и заявку спортсмены в итоге решили не подавать. В Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко». На арену ледового дворца вышел сам Евгений Плющенко с сыном Александром, а также действующие звезды фигурного катания Александр Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника и Алина Жилины и также воспитанники Академии Ангелы Плющенко. Александра Трусова исполнила проникновенный танец со скрипкой. Софья Муравьева вместе с другими представителями Академии Плющенко показали совместный номер по мотивам сериала «Уэнсдэй». Показательный номер Трусовой по драмсодию на тему Паганини начинается с прыжков, а затем следует несколько балетных движений и фигуристка берет в руку смычок. Спустя время в руках все-таки появляется сама скрипка, которую фигуристка бережно держит. Затем зритель ожидал красивый фрагмент в номере «Игра на скрипке в Кантелевере». В финале номера руки с инструментами Трусова поднимает вверх, а голову опускает вниз. Также Трусова предстала в образе русалочки. Несмотря на то, что само шоу «Русалочка» пройдет еще не скоро, Трусова уже примеряет на себя этот образ. Фигуристка плыла по льду на руках. Выглядело это красиво. Болельщики переживали, чтобы фигуристку случайно не уронили во время акробатических элементов. Спустя некоторое время русалочка превращается в человека и Трусова дарит зрителям свой прокат. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Продолжение следует...